Всем огромный привет с Азербайджана! Меня зовут Инна. Сегодня готовлю летний универсальный салат-закуску. Подойдет как диетический салат, как вегетарианское блюдо. Также подойдет к любому мясу, особенно летом к шашлычкам. Ну и всем любителям кабачков посвящается. Очень полезный и вкусный. Берем примерно в одинаковых количествах кабачки молодые. Кабачки должны быть очень-очень молодые. И также берем молодую стручковую фасоль в одинаковых количествах примерно. У кабачков, если кожурка красивая, можно не чистить, но я немного почищу, потому что вот здесь есть несколько, немного царапин, я почищу. У стручковой фасоли убираем вот так вот хвостики с двух сторон. И я ее разделю где-то вот примерно вот на такие кусочки. Не очень крупные, не очень мелкие. Вот на такие. Ну а кабачок почищу, разделю на две части вдоль и накрошу как на салатик. Ну в общем сейчас покажу, все увидите. Вот, почистила кабачки и кожурку и вот таким образом крошу. Ну а стручковую фасоль вот таким образом. Вот такие кусочки получаются. Ставим немного кипятиться воды, подсаливаю и опускаю кабачки. Немного их прокипятим, совсем немного, чтобы они слегка стали мягкими. Покипели буквально минутки 2-3, достаю и сразу на дуршлаг. Не нужно кипятить много, чтобы они прямо все разваристые были, нет, совсем слегка, чуть-чуть. Сразу же в эту воду опускаем фасоль. Она вот варится слегка немножко подольше. 5 минут варилась фасоль. Ее также откидываю сразу на дуршлаг. Хочу заметить, что можно приготовить кабачки и фасоль в пароварке, на пару. Также. В общем ждем пока она отстывает. А я сейчас приготовлю соус в заливку. Беру 6-7 зубчиков чеснока. Чеснок мы любим. Мелко-мелко крошу его. Также беру довольно большой пучок зелени укропа. Зелени не жалеем, сейчас лето. Заливаю все это дело маслечком. В идеале, конечно, оливковое. И сейчас буду выжимать сок лимона. Добавляем сок лимона. Также добавляю 2 небольших луковички. Полукольчиками их нарезала. Немного присолю. И оставляю минут на 10, чтобы все пропиталось, чтобы солью все пропиталось. Дало свой сок, вкус. Как раз у нас кабачки с фасолью тоже отстывают. Обязательно оставляйте заливку, соус, как его назвать, не знаю. В общем, оставляйте его на некоторое время, чтобы он дал такой свой сок, пропитался солью. Тогда он будет еще вкуснее, еще ароматнее. Выкладываем на овощи. Овощи старайтесь никогда не переваривать, для того, чтобы они не потеряли свой вид, не превратились в кашу. Ну и, конечно же, когда меньше варишь, остается больше витаминов. Размешиваем. Проверяем на соль. Если нужно, еще раз подсолим. Обалденный аромат идет от салата. Получился очень по-летнему, очень вкусный и легкий. Никаких проблем, в принципе, нет, чтобы его приготовить. Все очень быстро. Ну а самое главное, что этот салат очень-очень полезный. Пробую на соль. Да, нужно еще присолить. Еще чуть-чуть присаливаю. Ну вот, в принципе, и все. Салатик готов. Спасибо за внимание. Желаю побольше солнечных дней. И всем отличного настроения. Всем пока и до новых встреч. У нас такая жарища. Очень-очень жарко, невозможно. Летом я всегда готовлю вот такую отламу. Сделать ее можно из мацони, из кефира. У меня на моем канале есть рецепт, как я ее готовлю. Я готовлю ее в очень больших количествах. Ставлю вот так в баночку в трехлитровую. Отправляю в холодильник. И вот, прохлаждаемся, пьем, когда нужно утолить жажду. Она очень полезная, витаминная. Кому интересно, оставлю ссылочку в инфобоксе. Субтитры сделал DimaTorzok